Вот смотрите, крупная морковка. Спрашивали, почему у вас такая крупная морковка? Я вам скажу так, она разряжена. Вот на примере возьмем, да? Вот морковка, вот. И рядом еще одна. Им хватает места. Вот они. Смотрите. Ну это конечно кривая вся, но им хватает места. Вот разницу ощутите. Вот смотрите, густо посаженная морковка без разряжения. Мы вытаскиваем. Видите? Видите она какая? Вот она, густо посаженная морковка. Вот он рядом отдельно растет. Тот же самый сорт. Вот рядом, смотрите, густо посаженная. Вот смотрите, абсолютно та же самая морковь. Поэтому, когда задаете вопрос, почему у нас морковка мелкая, у вас такая крупная, ответ только лишь один. Не жалейте. Вот это вот, когда у вас получается после посева, да, вы приходите на свою грядку и у вас вот так вот одна, вторая, третья друг на друге сидят. Уберите вот эти вот. Вот это уберите. Вот это уберите. Вот это уберите. Она будет все равно у вас мелкая. Вот. Оставили. Вот оно расстояние. Между одной морковки. Разряживать можно летом в течение нескольких раз. То есть весной разрядили, когда она густо зашла. Чуть-чуть поднялась морковочка. Еще раз разрядили. И уже потом молоденькую, когда она, ну такая примерно вот такая получается, да, летняя. И разрядили уже вот на расстоянии вот такое. И будет она у вас вот такая вот. Вот. Одна к одной. Иногда не одна к одной. Иногда две даже вместе, а то и четыре. Итак, вот мы укладываем уже морковочку, которую собрали. Морковка, как видите, разносортная. Есть и средние, и крупные размеры. Мелкой вообще очень мало, поэтому я даже вот эту мелкую обязательно оставляю, потому что ну вот прям надо вот чуть-чуть морковочки. Неужели я буду брать большую. Вот смотрите, вот я укладываю. Как же мы храним ее? Вот очень часто используют песок. Кстати, мы тоже раньше использовали песок, потому что песок сохраняет влажность. А влажность для морковки очень важна. Невысокая влажность. Вот здесь у нас уложено сверху мох. Укладываем поверху мох. Мох у нас взят с фагмом. Он очень хороший. Он сохраняет антибактериальную атмосферу, потому что мох у нас является антибактериальным. Он влажненький. Если во время хранения увеличивается влажность в месте хранения, это будет погреб, подвал, неважно. Яма. Мох возьмет основную массу влажности на себя, то есть он сохранит морковку сухой. Если влажность очень маленькая, то есть сухо в погребе, то морковка начнет сохнуть и будет дрябнуть. В этом случае опять работает мох. Мох будет сохранять влажную атмосферу внутри и, соответственно, морковка будет сохраняться хорошенько, плотненько, не будет высыхать. У нас получается 5 ящиков. Где-то примерно 2,5-3 ведра входит. По-моему, около 3 ведра. Но морковку, если как уложить. Если очень мелкая, то получается 3 ведра. Если очень крупная, то 2,5 ведра. И плюс небольшое количество гигантов. Конечно, я неправильно сложила морковку, надо было отложить крупную отдельно в один ящик. Тогда было бы понятно, что тут одна крупная, крупная. Ну, ладно. Сложили уже, сложили. По мере необходимости будет доставаться. В прошлом году у нас было 8 ящиков или 11. Много было тогда морковки. Нам до весны вполне хватило. У нас еще весной очень много осталось. Мне пришлось перерабатывать. Поэтому я думаю, что на зиму это нам вполне хватит. Я сейчас достану и оставлю посадить под зиму. А весной, если вдруг она плохо перезимует, еще посадим. Это я сейчас отложу на семена. Потому что семенную лучше сажать или под зиму, или весной. Но на семена. Это у нас лук полей. Лук полей вырос хороший. Неприятность в том, что нам пришлось его убирать под дождем. Был хороший дождь. У нас, как известно, мы не можем среди недели убирать урожай, потому что мы приезжаем только выходные. А у нас прошел очень сильный дождь. И до этого шли дожди. Как бы земля сырая, все сырое. Нам пришлось по сырости убирать. Видите, вот земля. Это не очень хорошо. Для хранения лук полей надо по-сухому убирать. Поэтому приходится вот так вот зачищать маленечко от плохого. А так лук полей очень хороший. У меня несколько сортов различных. Сорт веста, сорт слон. Потом еще какой-то сорт я сажала. Убирается лук полей. Вот я не смогла вам показать. Нужно правильно обрезать. Вот когда вы зелень берете, видите, какой получается уголочек. Вот не вот так надо отрезать. Это сразу будет гнить лук. А отрезаем вот под таким углом зелень. И вот так вот. То есть вот таким образом. Вверх оставлять нужно обязательно. И тогда он будет храниться и лежать. Обрезаем корешочки. Потому что у них очень хорошие корни. Потому что лук полей он двухгодовалый. Вот это он этого года. Он еще. А так его оставляют на второй год. И только на следующий год снимают урожай. Ну, так как у нас нет возможности. Это я в этот же год снимаю. Я оставляю и сажаю специально несколько корешков для семян. Вот на данный момент можно вот это хранить и использовать в пищу. Кстати, он очень вкусный. Очень вкусный. И тушеный, и жареный. И добавляют с различными овощами. Ну, я по максимуму как бы не зачищаю, а убираю только вот эти вот поврежденные места. Немножко грязь. Хранить лучше всего или лежа, или вот таким образом, но в сухой коробке. Ну, то есть в картонной коробке. Можно в пластиковой, но лежа. Только не в мешках, ни в коем случае. Вот здесь у нас лук-порей. Здесь у нас лук-порей. Ну, достаточно, кстати. Вот кто еще не сажал или не пробовал. Потому что все-таки лук-порей он такой немножко прихотливый. Аж с февраля месяца надо высаживать рассаду, чтобы вырастить хороший лук-порей. И рассада очень прихотливая. То есть где-то перелили, она сгниет. Где-то не долили, не дополивали, она высохнет. Прихотливая немножечко рассада. Но когда ты убираешь урожай, я говорю, я буду все равно в любом случае сажать. Потому что, ну, это обалдительно вкусно, конечно. Сам по себе он хорошо хранится. Главное, чтобы не было поврежденных корешков. Вот если попадаются слегка поврежденные, я его убираю. Потому что у нас дожди лили. Кушается он вот по... можно... Вот он стебелек, вот здесь вот заканчивается. Вот так вот можно отрезать. И у вас получается довольно-таки приличный размер. И, кстати, он неприхотливый, когда растет. Даже вот у нас нынче лет такой нестабильный. Это жарко, то дожди. Но он хороший вырос. Вполне хороший для первого года. Потому что он двухлетка. На второй год только лишь его по идее снимает. Его даже на следующий год можно посадить. На второй год он вырастет хороший. Может дать, конечно, семена. Можно семена, а можно так покушать. Луковица на второй год вырастет еще толще. Не будем уж выращивать на второй год. Хотя я очень хочу проэкспериментировать. Чтоб двухгодовалый снять. Субтитры создавал DimaTorzok